Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, который написал текст гимна Рязани и издал 15 поэтических книг. Председатель регионального отделения Союза писателей России Нурислан Ибрагимов. Здравствуйте, Нурислан Гутулович. Здравствуйте, Кристина. Рад, что вы меня пригласили. Я давно не был здесь, в вашей студии. Во сколько вы написали свои первые стихи? Вы помните их до сих пор? На этот вопрос, конечно, все отвечают, потому что это такой классический вопрос. Но я понимаю, что отвечать на него надо. Это какой-то отчет, тем более, знаете, для писателя отчет его трудового стажа идет с момента опубликования первого стихотворения в областной прессе. Так что посчитайте, я в 6 лет написал первое стихотворение, и какой у меня трудовой стаж, если у меня сейчас 65. То есть я этим горжусь. Но я бы это просто разделил на две части. Дело в том, что у меня как бы две жизни было. Жизнь до Рязани. Я до совершеннолетия жил в городе Усть-Каменогорске, где родился. Это восточный Казахстан. И после этого я приехал поступать в художественном училище в Рязани. И в Рязани началась новая жизнь. И, в принципе, то, что я писал там, в Усть-Каменогорске, с 6 лет, это отдельные стихи. Их так никто и не собрал, хотя их тоже было много. А вот, начиная с рязанского периода, как только я приехал, и увидел вот эту красоту, и вышел к Кремлю, и на берегу реки Трубиш я вот сел и стал смотреть на вот эти все дали необъятные. Я там уже написал первое стихотворение, которое потом стало песней, очень даже достаточно известной, «Принесла меня моя река». А вот самое первое, уж если интересно, по стажу, что мог 6-летний Нарислан Ибрагимов написать, еще даже не осознавая, будет ли он поэтом, и вообще, что такое поэзия. Оно короткое стихотворение, но, честно говоря, я 25 лет работаю с детским творчеством, вот сейчас бы, если бы мне кто-то такое принес, я бы заинтересовался. Не сочтите за нескромность, но оно действительно какое-то такое для 6-летнего мальчика неожиданное. Прочитать вам хотите, да? Конечно. Звучит так. «Что склонилось деревце до земли сырой? Добрый ветер, деревце облачком укрой, Чтоб не капал дождик, холодно в воде, Ведь оно не может спрятаться нигде». Вот тогда с этого ощущения, что можно создать образ из того, мимо чего все проходят и не замечают, и родилось ощущение, что такое поэзия. Вот я это помню до сих пор, что, допустим, это нельзя откуда-то списать, это нельзя объяснить в прозе, вот это пересказать в прозе нельзя. Другими средствами тоже нарисовать это нельзя, это можно было только сказать стихами. И вот оттуда момент такой, я его запомнил. Почему я и стихотворение само запомнил? К тому же оно было опубликовано, и стаж пошел. О чем вам нравится писать больше всего? Все стихи о любви. Все. Даже если стихи о войне, даже если стихи о дружбе товарищеской, это все равно о любви. Нет в поэзии темы, которые бы так или иначе какую-то многогранную, какую-то грань, ни одну вот этого чувства всеобъемлющую любовь не отражало бы. И тот, кто думает иначе, тот уходит как раз в сферу так называемых компьютерных, сетевых, литературных произведений, где про любовь-то забывают, а мастерство окрепло. Образованность повысилась, грамотность тоже. Люди научаются писать технические литературные произведения в форме стихов очень быстро, где-то, я не знаю, ко второму, к третьему классу. Для них не составляет проблемы зарифмовать свою мысль и даже чувства. А вот понимание, что где есть стихи, а где есть поэзия, оно приходит только с огромным опытом. Потому что стихи и поэзия – это разные вещи. Бывают очень ловко написанные, очень технически точно написанные стихи, и ими восхитишься. И вот сейчас в интернет зайдите, и там просто будешь подпрыгивать, как здорово сказано, но там не будет поэзии. И вот то, что такое поэзия, что такое поэзия, если спросите, это как раз так же необъяснимо, но так же понятно всем, как что такое любовь. Вот если я в вас люблюсь, вы сразу почувствуете, что я вас люблю. Также если вы почитаете стихи, вы сразу поймите, что там эта любовь есть, это значит, что это поэзия. И даже если вы не подготовлены в литературном смысле, не имеете специального образования, и никогда об этом не рассуждали, любовь вы всё равно почувствуете. Значит, и стихи почувствуете, где есть поэзия, я имею в виду, в стихах. И вот это чувствовать поэзию в стихах, это самое, пожалуй, главное. Поэтому я всегда пишу о любви, а вот если бы вы сказали темы, любовь – это широкое понимание, а темы, конечно, мне больше всего в разное время разные нравилось, выражать любовь к природе, к человеку, к женщине, к друзьям, к этому кругу общения такому, который я прошёл, участвуясь в художественном училище, в институте культуры, в литературном институте, и там везде разные-то круги. Как вы считаете, поэзия в современном мире, она набирает свою популярность или всё-таки теряет её? Я думаю, поэзии нет, удачных или неудачных времён. В целом, если кто-нибудь, какому-нибудь сумасшедшему учёному взбрело бы в голову посчитать количество поклонников в какой-то определённый период, я думаю, получилось бы одинаково в каждом времени, подозреваю, что именно такая цифра бы вышла, потому что тут всё дело моды. Бывают всплески интереса к такому виду творчества, к рукоделию какому-то, к какому-то виду хобби, вдруг общество дозревает до понимания чего-то в каком-то деле, в творческом, и к этому большой интерес проявляет, и к этому подтягивается масса людей, которые могут за это платить и могут как бы это организовать. И сразу получается какой-то всплеск как бы всенародный интерес к поэзии. Но в целом, по-настоящему, вот если брать количество людей, пишущих, не скажу слово профессионально, чтобы не сбивать с толку, пишущих серьёзно, относящихся к слову как к чему-то божественному, и количество людей, которые это понимают и читают именно это, ища божественного слова, в словах написано, вот оно примерно одинаковое. Поэтому не умирает она поэзия и не уходит. Бывают времена критические вообще в истории государства, к примеру, когда просто другого способа мгновенно дойти до сознания людей нельзя. Это революционные события, военные, когда поэзия оказывается единственным возможным средством обращения сразу к душе. А поэт, он всегда чуть впереди находится своего времени. И он, я даже не скажу по образованности, сейчас как бы это трудно, хотя Пушкин был одним из самых образованных людей своего времени, и говорят даже самым умным. Но дело даже не в уме, потому что ум тоже понятие растяжимое. Дело в том, что как человек оценивает окружающую его жизнь, человек, который умеет и серьёзно относится к стихам, он по-другому к жизни относится. Всё другое, я хочу вам сказать, Кристина, ему становится легко. Изучайте стихи ваших современников. Может быть, можете сказать о каких-то тенденциях. Стали поэты талантливее? Что современными называть? Кого? Допустим, я современный поэт. Много лет я современный поэт, потому что я пишу на тему современности, я участвую в современном литературном процессе, я молодо на него реагирую. У меня нет замшелых, старческих, нафталинных стихов. Я смею надеяться, если вы почитаете мои сборники, вы вряд ли найдёте там что-то такое, тоску по прошлому, о том, что трава была зеленее или нет. Я стремлюсь вперёд и нахожу в жизни всё новое, и новое, и новое. В этом смысле я молодой современный поэт, только очень опытный. Не знаю, плохо это или хорошо. Иногда говорят, что опыт старит человека. Я имею в виду просто современных поэтов, которые живут с вами в одно время, например, таких как Вера Полоскова, Ах, Астахова. Слышали? Это мои дети. У меня сейчас в фоезии есть дети, есть и внуки, и даже правнуки у меня есть уже, если так условно сравнить. Ну, Полоскова, Вера Полоскова и Астахова, это Ирина Александровна, по-моему, она Астахова, Ах, Астахова. Это 35-летние, по-моему, девушки, женщины, которые, в принципе, в этом возрасте большинство классических поэтов уже там к рубежу своей жизни подходило, поэтому к концу века поэтам своего. Поэтому они, в принципе, зрелые поэты. Это прекрасные две поэтессы, которые благодаря интернету как бы вот так вот неожиданным образом стали знаменитыми и привлекли внимание к поэзии, за что им огромное спасибо. Другой разговор, если вы мое отношение к этому хотите, я тоже подпрыгиваю сюда и восхищаюсь, когда вижу и читаю их стихи. При этом я, как литературный критик, понимаю, с какого источника все это идет. Это, конечно, система литературных взглядов и предпочтений, а также стилистика Бродского. И то не от него пошла, она еще от пушкинских баллад там пошла. Вот эта проза, поэтическая проза, когда можно словно стихами говорить, как прозы. И здесь очень многие поэты достигли, а современные, ищущие новых форм поэты, они быстро ухватились за это. Без точек, без запятых, без заглавных букв писать строчку, вроде прозу читаешь, а на самом деле это поэзия. Это производит впечатление гипнотическое на людей, и это многих обманывает. У вас есть какое-то любимое произведение из всех ваших стихотворений? Можете нам прочитать его? Мое? Да. Я даже приготовил, думаю, читать все равно придется. Но у меня есть набор стихов, которые я читаю на всех своих мероприятиях. Они такие формульные, они, как бы сказать, эстрадные, и они у меня в голове, в памяти. Я не собьюсь, даже если вы будете меня прерывать, скажут, хватит, не читай, больше не надо, мы устали. Я все равно прочитаю, мне не собьешь. Ну, шучу, конечно, но я хотел бы у вас прочитать что-то такое, что никто не слышал, а это невыученные стихи. Разрешите, да, я прямо с кем, который я принес. Это как раз вот эта тема «Немецкая граната». «Немецкая граната» называется темой военных стихов. Читаю? Конечно. «С длинной деревянной рукоятью Так нежданно прямо в ноги хлоп Серая немецкая граната прилетела в тесный мой окоп. Выглядела смерть моя игрушкой Мирной, безобидной, как дрова. Мы ее прозвали колотушкой, фронтовая русская братва. Все о ней фашистской твари зная, Умирать пехоту не учи. Хоть и звали мы ее ручная, Но ее попробуй, приручи. Мы ее не шибко-то боялись, Не страшней ружейного огня. Видно, близко фрицы подобрались, Если дошвырнули до меня. Немец, ловко спрятавшись в воронке, С рукоятки крышку отвинтил И за кончик шелковой веревки С шариком фарфоровым схватил, Выдохнул и дернул, что есть силы, Бросил и лицом уткнулся в грунт. Полкило селитры и тротилы Словно камнем стукнули мне в грудь. Вот она лежит, гроза пехоты, И взрываться сразу не спешит, Пять секунд томительных проходит. Я уже, считайте, что убит? Можно было взять ее, как палку, Из окопа выбросить, Но вот ты возьмешь рукой ее, И жалко, если эту руку оторвет. Пнуть ее до ноги они мели, Не сбежать, не вырваться из пуд. Я хриплю гранате по немецки Хендехох и Гитлеру капут. Помню до восьми секунд задержка, Не успеть уже мне, не успеть, А на мне ведь новая одежка Старшина пред боем дал надеть. Вот ведь снег не выпросишь зимой, А сегодня выдал все, что есть, Будто знал, что смерть моя Со мною встретится и мне окажет честь. Вроде я живой еще покуда, Время жизни просто отсчитать. Что мне вспомнить эти три секунды, Плакать не, молиться, хохотать, Тикают часы мои с угрозой. Ах, не сам ли смерть я породил? Я окоп свой вырыл под березой, Корни ей, наверное, повредил. А береза в чем же виновата? Через пару проклятых секунд Вот рванет немецкая граната, И осколки ствол ей посекут. Ладно я, солдаты не спросили, Надо так умри, Господь спасет. Вроде бы урон моей России Колотушка это нанесет. И тогда, мои секунды, стойте, Я шагнул, как в рукопашный бой, И упал в окопе распростертый, В новенькой солдатской гимнастерке, Закрывая родину собой. На самом деле у меня сложилось впечатление, Что вы буквально вот эти вот восемь секунд, Пока граната не взорвалась, Описали настолько подробно, Как будто бы время на паузу поставили В этот момент. И это восхитительно. Спасибо. Нурислан Гутулавич, спасибо большое, Что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи», И я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова